МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эпоха массовой автомобилизации в наших краях закончилась лет 15 назад. С тех пор автомобили становятся все более одинаковыми и вызывают все меньше любопытства. Даже гаишники все реже поднимают джезл, чтобы просто поинтересоваться особенностями остановленного транспортного средства. Но даже сейчас, во втором десятилетии 21 века, все еще появляются автомобили, вызывающие у одних желание задавать примитивные вопросы, а у других загодя репетировать ответы. Да, Мерседес. Да, Е-класса. Нет, не новый, но обновленный. Немцев по инерции все еще считают консерваторами. В отличие от молодых марок, штутгартцам и вправду есть, что терять. И особенно осторожно нужно обращаться именно с Е-классом. Ведь эта модель является основой мерседесовского благополучия. Фактически, история Е-класса началась еще до появления современной номенклатуры и литеры Е в названии. И за полувековую историю неизменными оставались разве что выразительная решетка радиатора и венчающая ее трехлучевая звезда. Из поколения в поколение с дизайном Мерседеса происходит одна и та же история. Стоит появиться на свет новому лицу марки, как люди закатывают глаза к небу и спрашивают, как же они могли так с нами поступить. Но проходит совсем немного времени, буквально год или два, и никто уже не понимает, как раньше могло быть по-другому. Теперь и у Е-класса есть абсолютно новое лицо в духе нового корпоративного стиля. Причем лицо не одно, а сразу несколько. Например, сейчас Авангард и Элеганс это два очень разных автомобиля. Проще всего было бы сказать, что более динамичный на вид и спортивный по ощущениям Авангард со звездой промеж глаз сделали именно таким, чтобы привлечь более молодую аудиторию. И это, наверное, будет правдой, но лишь отчасти. Разумеется, плох тот бизнесмен, который не пытается продать больше машин и вытеснить с рынка конкурентов. Но отличия обновленной машины от той, что выпускается с 2009 года, продолжаются гораздо дальше передних колесных арок. Нет уже сыто припухлых бедр задних крыльев, а сам большой седан словно перешел с офисной работы на производство. И теперь вместо перекладывания бумажек в офисе занимается чем-то осязаемым. Есть в этой внешности метафора современной экономики, которая, пережив очередную катастрофу на финансовых рынках, сбрасывает с себя шелуху и налегке устремляется в будущее. Пожалуй, это самый оптимистичный новый Е-класс за последние десятилетия. Конечно, как и прежде, здесь большой багажник. 540 литров под поклажу – это даже больше, чем у Ронолого. Ну, конечно же, здесь просторно, как и положено автомобилю такого размера. Спинка переднего кресла далеко, можно отодвинуть его еще дальше. В подголовнике можно вмонтировать мониторы за отдельную плату, если вы вдруг забыли, что планшетные компьютеры просто дешевле. Разумеется, здесь есть подлокотник, разумеется, здесь есть блок управления климат-контролем, 12-ти вольтовая розетка. Но есть и один немаловажный вопрос – а стоит ли ездить здесь, на заднем диване, владельцу такой машины? Чтобы выяснить это, мы проведем небольшой эксперимент. Ну что ж, вот так выглядит человек, который приехал на Е-классе на званный ужин с намерением употребить немного алкогольных напитков. По-моему, неплохо, но это еще не весь эксперимент. Ну а вот так выглядит человек, который приехал по арабской традиции рядом с водителем. По-моему, он выглядит немного странно. Итак, на заднем сидении Е-класса можно ездить только, если вы собираетесь выпить, а рядом с водителем – только, если это не ваш Е-класс. Несмотря на размер и представительность, это, конечно же, машина для водителя. Именно вокруг него здесь скроен салон, и именно о нем машина больше всего заботится. Забота чувствуется сразу. Как только в замке щелкает пряжка ремня безопасности, сам ремень пытается слегка придушить водителя. Так система PreSafe напоминает о своем существовании. После такой демонстрации способностей водительский энтузиазм немного сникает. Помимо двух водительских, на дорогу смотрят еще и два глаза стереоскопической камеры. Она вглядывается во все происходящее перед машиной из-под верхнего края ветрового стекла и помогает электронному мозгу оценивать ситуацию даже на расстоянии 500 метров перед автомобилем. Камера разглядит и дорожные знаки, и линии разметки, и поможет распознать опасность столкновения на перекрестке. И даже увидит пешехода, о чем не замедлит сообщить водителю. Более того, любое чрезмерное приближение к едущему впереди автомобилю или попытки пересечь линию разметки пресекаются на корню. Причем даже без участия водителя. А о возможности наезда на пешехода и говорить не приходится. Сама мысль о подобном вызывает бурю магнитного возмущения в автомобильном электронном мозгу. В общем, Мерседес Е-класс ведет себя как очень строгая гувернантка при чрезмерно непоседливом ребенке. Хочется застегнуться на все пуговицы и смотреть строго вперед. Впрочем, и это не обязательно, потому что вперед уже смотрят радары системы Дистроник Плюс. Мерседесовский круиз-контроль и так был одним из лучших, а теперь стал еще породистей. Он, как и прежде, может отрабатывать тормозами до полной остановки, ползти в пробки не торопясь, а теперь еще и распознает возможность столкновения со встречным транспортом. А в случае бездействия водителя сам вернет машину в свою полосу. Причем усилитель рулевого управления в этом не участвует. Все делается при помощи тормозов. Так и проще, и надежнее. Конечно, чрезмерная забота утомляет. Можно, покопавшись в меню и изучив инструкцию, отключить все эти ошейники, всех помощников. Но праздник непослушания можно устроить и более простым способом. Нужно просто несколькими нажатиями перевести машину в режим спорт. Избавившись от назойливой фрекенбок, можно, наконец, вызвать своего внутреннего Карлсона и немного пошалить. А заодно вспомнить, что Мерседес Е-класса это все-таки автомобиль. И что создан он прежде всего для того, чтобы ездить. И что с рулем можно управляться самостоятельно. Рулевое управление обновленного Е-класса называется фирменным термином Direct Steering. В принципе, это лукавое название, потому что никакого непосредственного контакта с управляемыми колесами в общем-то нет. Это уже не та старая добрая пара шестернярейка, которую так любят и ценят все поклонники активного вождения. Это хитрый электромеханический организм, который обеспечивает работу системы автоматической парковки, постоянно меняет отношения, усилия на руле. Все это происходит постоянно, в каждом повороте, на каждом метре дистанции. Ну, а преимущество у всего этого процесса только одно. Он никак не ощущается. Проблемы начинаются, когда пытаешься ехать побыстрее. Все вроде бы на месте. И усилия, и информативность на рулевом колесе. Но в какой-то момент все равно начинаешь попадать мимо поворотов. Это непонятно, необъяснимо и невкусно. Впрочем, если нельзя ощутить присутствие, это еще не значит, что нельзя почувствовать отсутствие. Стоит все-таки покопаться в бортовом меню и совсем отключить все дополнительные системы, чтобы остаться с машиной один на один. И оценить, наконец, работу мерседесовских мотористов. После рестайлинга у Е-класса появился всего один новый двигатель. Но зато какой! В-образная шестерка объемом 3 литра и оснащенная двумя турбинами. Они выдувают из мотора 333 лошадиных силы и около 500 ньютон-метров. Но главная особенность этого мотора в том, что его удалось сделать очень экономичным за счет новой системы впрыска топлива. В сжатый поршнем воздух впрыскивается крохотное облако бензина. Оно концентрируется вокруг свечи зажигания. А свеча за одну миллисекунду производит 4 искры, чтобы бензин сгорел абсолютно полностью. Это невозможно понять, но можно услышать. А еще в Штутгарте придумали новый алгоритм управления насосом системы охлаждения. Пока двигатель не прогрет, помпа и вовсе бездействует, чтобы не снижать КПД силового агрегата. Подобные мелочи помогли уместить все моторы Е-класса в жесточайшие экологические нормы Евро-6. А еще мерседесовцы очень гордятся тем, что обновленный Е-класс достиг энергетической эффективности класса А. Совсем как хорошая стиральная машина. И все для того, чтобы на владельцев больших седанов перестали смотреть, как на врагов живой природы. В течение многих лет уровень достатка владельца Е-класса до любого другого Мерседеса определялся вот этим, цифрами на крышке багажника. Чем больше, тем лучше. С этой точки зрения новый мотор V6 B-Turbo настоящий подарок. По факту он трехлитровый, так что ты получаешь можно сказать литр в подарок. Но на самом деле в последнее время все чаще эти цифры символизируют не столько достаток, сколько расточительность владельцев Мерседесов. Потому что если хочешь ехать по-настоящему быстро, нужно покупать машину не с тремя цифрами, а с тремя буквами. Это Мерседес Е63 АМГ. У него тоже есть задние сидения, но ими лучше не пользоваться, потому что после поездки на задних сидениях этой машины выглядеть вы будете примерно вот так. Все Мерседесы с вензелем АМГ строят исключительно для водителя. Для инженеров из Афальтербаха колесная база означает просто характеристику шасси и никак не связана с простором на заднем диване. А объем багажника это не мера грузового отсека, а просто одна из цифр, влияющих на аэродинамический портрет кузова. Это для водителя мастера вручную строят V-образные восьмицилиндровые восьмерки. Именно для него создан очередной шедевр с двумя турбинами и индексом М157. Именно для него гидротрансформатор в автоматической коробке заменили сверхскоростным пакетом фрикционов. И, конечно же, именно для него элегантный кузов водрузили на низкопрофильные шины с посадочным диаметром 19 дюймов. Одна такая покрышка стоит от 13 до 20 тысяч рублей и 800 ньютон-метров легко превратят эти деньги в дым в самом прямом смысле этого слова. Чтобы расходы росли не так быстро, мерседесовцы придумали распределить крутящий момент между всеми четырьмя колесами. Ну, казалось бы, зачем такому породистому, почти гоночному автомобилю, как Мерседес АМГ, полный привод? Сейчас объясню. Вот эта заднеприводная машина исполнит спринт от 0 до 100 км в час за 4,2 секунды. И это быстро. Но вот эта, полноприводная, да еще версии S, сможет проделать то же самое упражнение за 3,6 секунды. Как это выглядит в реальной жизни? Сейчас попробуем проверить. Слева от вас белый полноприводный Мерседес Е63 АМГ-С. Справа покрашенная в банальное серебро заднеприводная версия. Найти прямик для драгрейсинга в окрестностях Барселоны не удалось, поэтому пришлось стартовать сходу на второй передаче и со скоростью около 70 км в час. Результат, как говорится, на табло. Даже в таких упрощенных для соперника условиях полноприводная версия оказывается гораздо быстрее. Но это не значит, что теперь именно этот автомобиль станет любимцем клубов самоубийц. Ну это хоть АМГ, но все-таки Е-класс. Поэтому здесь есть все системы, которые одергивают, пищат, вибрируют. В общем, не дают водителю нормально наслаждаться процессом вождения автомобиля. Более того, здесь есть даже дорогая акустическая система, которую специально для этой машины разрабатывали. Зачем? Здесь же... Здесь же такой мотор! И не только мотор. Полноприводный Е63 АМГ это едва ли не самый гармоничный автомобиль в гамме. Он спортивен, как гольф, теннис и горные лыжи одновременно. Если не хочешь, не обязательно доводить себя до физического иступления в погоне за очередным рекордом. Но как только окажешься в подходящем расположении духа, можно приехать на гоночную трассу и легко превратить в пыль комплект дорогих покрышек. Эта машина как картина малых голландцев, на которой смотришь и просто поверить не можешь, что каждое микроскопическое движение этой малюсенькой кисточки было настолько идеальным. Но ты смотришь, любуешься, а потом отворачиваешься и не можешь вспомнить ни название картины, ни имени художника. Самым мощным Е-классом наслаждаешься, чтобы как можно скорее его забыть. Но при этом точно знать, что в любой момент можно вернуться. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин